Сегодня смотрим Xcelon Audio Вообще-то вот такая установка Она не контактовская, кстати То есть это VST инструмент И когда мы хотим его добавить, мы добавляем сразу ее То есть, например, в Reaper это выглядит так А, я, кстати, включила запись Например, в Reaper это выглядит так Ну, например, вот если я сюда хочу добавить что-то Я уже выбираю не контакт А просто другой вообще инструмент В данном случае Dictive Drums, да? Как это называется? Add Dictive Drums, вот Dictive Drums 2 Значит Ну, в принципе, то есть сразу вот сказать О вообще неконтактовских инструментах В чем их вот особенность? Обычно они более заточены под задачу И они не такие, скажем так, устаревшие Ну, потому что контакт, ну, он уже давно существует И его структура немного устарела Да, это бывает совсем ПО, которое вот даже развивается, обновляется все время Но первая версия была очень давно сделана, да? Вот эти, как бы, приложения, они обычно содержат в себе какие-то новые идеи Какие-то удобные интерфейсы там и так далее То есть какие-то фишки Но, ну, в основном даже это связано с дизайном, надо сказать Вот Но кардинально так ничего особенного в них нет Но зато у них есть много минусов То есть в них не видно, например, обычно сэмплы Нельзя посмотреть, отредактировать инструмент, да? То есть часто вот такие неконтактовские инструменты создают Собственно, как раз для того, чтобы защититься от Там Защититься от каких-то просмотров кода, да? То есть, например, ну, в том числе, вот, цепл моделинг Не на контакте стал делать инструменты на новой платформе с ВОМ И так далее То есть таких платформ довольно много Это все, так сказать, сэмплеры Вот Значит И Также вот такая интересная особенность, что часто здесь Делают инструменты, связанные с лупами Потому что контакт, он, в принципе, ну, с лупами работает Но Это не так, так сказать Грубо говоря, удобно сделано Как хотелось бы производителям часто Потому что здесь, например, вот В самую верхнюю панель сразу выведена кнопка play Вот И там какой-то текущий пресет Там начинает, грубо говоря, проигрываться, да? Какой-то вот сейчас луп На какой-то установке, да? Вот Значит, что мы можем здесь сделать? Мы можем поменять луп Это делается в Битс Вот Значит Все биты отсортированы по Таким, как бы, библиотекам Например, 60-е Здесь Дальше там, например, жанр, да? Видно, да? Ну, там Блюз Там Блюза нет 60-х Тогда весь блюз Вот, например, какая-то песня целая, да? Вот Значит, что тут прикольно Тут можно взять И перетащить прямо вот этот луп, который нам понравился Вот на этой конкретной установке, например, да? Перетащить его в проект Сейчас Ищу где это Вот А, нет Это аудиорекодер, кстати, тоже есть Можно в wave записать Так Сейчас Держи Ну, вот А, нет Интересно, что я сделал Так Ну, это Потерял я эту кнопку Иногда я долго ее ищу А можно перетащить прямо в миди Вот интересная такая фишка Еще и показать Так Снапшот Прикольно Снапшоты можно Значит, снапшоты это настройки, по-моему, насколько я помню здесь Так Да, значит, чтобы перетащить, надо взять Собственно, сам луп Ну, или вариант в данном случае И перетащить его И здесь у нас появляется Вот такая вот Клубоса Ну, это прям цикловая песня, да? Да И мы ее можем теперь проиграть Так Ну, только тут у нас сейчас Темп не такой, как здесь был, да? Надо темп поставить такой же, наверное Сейчас 40 А в этой песне темп 152 был Ну, мы можем поставить 152, к примеру, да? 152 Ну, вот все То есть у нас, как бы Что произошло? Очень важная вещь произошла Мы сейчас взяли луп, который нам понравился Мы его скопировали И мы теперь можем делать с ним, что хотим вообще То есть мы можем, во-первых, его изучить Это очень удобно, да? То есть мы можем посмотреть Во-первых, какие реально инструменты Где играют Как это сделано То есть Как они добиваются такого звука Раз И второе Мы можем посмотреть Как Ритм создан Потому что Вот Каждая нота Она видно, что не попадает Потому что это живая запись Вот с такой же установки, как у нас Ну, с какой-то, да? Такой аналогичной установки Вот И Звучит точно так реалистично и прикольно А почему? Потому что Велосити И Позиции этих нот Они Вот Не по метроному идут Вот Соответственно, можно посмотреть Изучить, что происходит Какие ноты запаздывают Какие обычно Быстрее идут, да? То есть, можно даже статистически проанализировать Например, бочку, да? Например, бочку на начале Каждого квадрата Да, там, например То есть, какие-то выявить закономерности Вот То есть, вот Для этого открыты Двери И я думаю, что мы со временем, кстати, будем Вот это делать Ну, не на занятиях А вообще, вот Кому интересно Можем таким-то таким заняться Кому интересно, связывайтесь со мной У нас аудитория большая Оказывается, смотрят десятки человек Эти лекции Так что, приглашаю Так, что произошло Сейчас Темп сбился обратно Наверное, я нажал что-то Вот И теперь, что можно делать Ну, во-первых, можно что-то добавить Что-то убрать, да? То есть, можно разрезать Перетащить О, вот Нажми И Значит, делать Ну, вот Какие основные вещи Вообще Наиболее удобно Да То есть, во-первых Это порезать На какие-то участки Например, песню Да Взять какие-то Например, фрагменты Квадраты Обычно Да Какие-то сбивки И Их можно как-то Расставить по-другому Соединить несколько разных Там, песен Например То есть, разных таких Лупов готовых Да Причем здесь уже Есть Разбивки Например, там Первый цикл Ну, то есть Первый, там Как это Куплет Вступление Вот есть, например Отдельно Да Вот это отдельно Вступление А здесь, соответственно Все вместе Ну, то есть Как бы уже разрезано Все это Вот И Есть также Вот И всякие импровизации Еще прикольно Да Обращайте внимание На темп А если вы работаете С фразами Готовыми То Можно, конечно Растягивать фразу На любой темп Например Сделать вот так Взять Ну, вот с блюзом Это не очень пройдет Да А вот с каким-нибудь Там Фанком Дансом Например Можно Довольно сильно Менять темп Вот это один ритм Да Тише Сейчас сделаю Это другой То есть Прикольно В принципе Но Тут Что надо понимать Да Прикольно То, что мы Никак не завязаны Частоту Как в случае Например Аудиолупов Да В случае Аудиолупов У нас Есть Значительное Ограничение В том Что мы Если начинаем Слишком сильно Вытягивать Скорость Старая сохранить Частоту Мы теряем Определенные Вот какие-то Ну, как это Темп Тембр Меняется Инструментов Вот Ну и Как бы Начинают Слышно Какие-то Аберрации Если Тембр Корректируется И так далее Вот Здесь Конечно Этого нет Потому что У нас Миди Которые Мы просто Растягиваем Ноты То есть Мы ноты Там Например Реже Реже Ноты Зажимает Синтезатор То есть Понятно Что мы Растягиваем Мы растягиваем Просто Эти позиции Делаем их Ближе Или дальше В зависимости от того Как мы работаем Стемпом Но Да И к чему это приводит Что Инструмент Например Какой-то там Хай-хэт Вот по нему бьют Просто в два раза быстрее Но сэмплы Которые Он выдает Они те же То есть Они нормальные сэмплы Полноценные У них нет Ограничения По таким образом Вот Преобразованию Но Значит Во-первых Если они становятся Слишком близко То они могут Звучать Уже не так Как задумывалось Изначально Например Это может Звучать Уже не очень Реалистично Ну то есть Например Например Они начнут Налезать Друг на друга Да То есть Слишком Когда много Быстро Ударяешь Там По хай-хэту Они Сэмплы Начнут Налезать Друг на друга И уже Будет Такое ощущение Какой-то каши Да Вот Сейчас я проверю